Здравствуйте, друзья! С вами Вола, на ваших экранах Tom Clancy The Division 2 и тема сегодняшнего ролика, как вы могли догадаться из названия видео, будет 10 советов новоиспеченным спецагентам, которые помогут вам вести себя в игре более комфортно, более расслабленно, ну и, разумеется, более продуктивно. Так что начнем! Первый совет. Звук. Не имеется ввиду, не играйте без звука, а микрофон. Отключите микрофон, зайдите в настройки, зайдите в звук и в самый низ пролистайте и поставьте режим рации. Да, именно да. Это значит, что вы будете использовать микрофон по клавише, потому что по дефолту у игры стоят настройки, которые сразу же включают микрофон на максимум. И это может создавать проблемы другим игрокам, так как они будут слышать вас. И плюс может быть какой-нибудь конфуз случится. К примеру, мама зайдет и позовет вас борщ есть. Всякое бывает. Вторым советом будет поставить в управлении отлипание от препятствий любым нажатием движения. Не через пробел, а любым движением. То есть заходите в настройки, параметры, ставите управление и листаете сюда до того момента, пока не найдете ячейку, в которой будет написано выход из укрытия при движении. Ставите включено и таким образом вы сможете по пробелу присаживаться в укрытие. Это в принципе по дефолту. Но для того, чтобы уйти из закрытия, не надо будет нажимать еще раз пробел, просто нажать в сторону и все, вы уже бежали. Без этой галочки, пока вы не нажмете пробел от укрытия, вы не отклеитесь. Это очень неудобно и это поможет вам очень быстро избегать каких-то опасных ситуаций. Ну и разумеется просто быстро передвигаться. Следующий совет касается скиллов, а именно грамотного их использования. Когда вы изучаете какой-то скилл и пытаетесь его использовать, посмотрите на какие клавиши нужно его использовать, потому что у каждого скилла есть несколько способов применения. То есть вдаль, под себя, убрать скилл на союзника и так далее. Допустим, вот взять ту же химустановку. Быстрая доставка. Это то есть при прицеливании в любую точку, кратковременное нажатие на клавишу Е, отправит эту химустановку, это облако туда, куда я прицелился. Точное прицеливание плюс удержание клавиши Е позволит мне, ну, уже прицельно вести огонь. Давайте я покажу это на примере. То есть, смотрите, я просто прицелился, нажал один раз Е и все, и он сразу выстрелил, куда мне нужно. Если я хочу выстрелить в какую-то определенную точку, закинуть, допустим, за что-нибудь, мне нужно уже зажать Е и уже прицеливаться и стрелять куда-то вот так вот. То есть, так уже проще стрелять именно точнее. Если, допустим, вы хотите бросить ее под себя, нажимаете дважды Е и, пожалуйста, она используется под вас. То же касается и каких-то других скиллов, к примеру, какой-нибудь турели. Нажмете два раза Е, она встанет под вас. Нажмете Е, поддержите, то кинете турель куда-нибудь в другое место. Но есть еще один совет. К примеру, вы используете какой-то скилл очень часто. К примеру, как я использую химостановку практически постоянно. Я практически постоянно кидаю ее под себя. И для того, чтобы мне было это удобно делать, я просто зашел в настройки, параметры, параметры управления, точнее не параметры управления, а именно клавиши. И поставил в мгновенном применении навыка, соответственно, 1, 2, на клавишу мыши. То есть, допустим, я могу спокойно стоять, нажать на клавишу мыши, и один раз, и он тут же кинет ее под меня. То есть, мне не надо нажимать два раза. То есть, вот эта клавиша, вот эта функция просто заменяет двойное нажатие. И так же самое вы можете сделать и со второй клавиши, так как скиллов у вас всего два. Ну и еще один совет в эту же копилку, это в настройках установить в параметрах управления, листаем в самый низ. Так, давайте, сейчас мы вот это листаем вот в самый низ, потому что пункт очень большой. Отмена навыка при прицеливании. Ставим «Да». Это позволит вам, к примеру, отменять гранаты или отменять мины, которые используются на бросок. То есть, объясню просто. То есть, если вы используете гранату, у вас есть вот такая вот ерунда. Просто нажав на клавишу прицеливания, то есть, он спрячет гранату. Это очень удобно. То есть, не надо нажимать там второй раз на гранату. То есть, просто сразу быстро нажали прицел и вы уже в режиме прицеливания. Очень удобно. Итак, четвертый совет касается того, какие скиллы взять новичку. Скиллов, как вы видите, достаточное количество. То есть, их целых 8 штук. Плюс у каждого скилла есть еще модификации. Это и того еще очень много получается. И что же из этого всего выбрать в испеченному спецагенту? У меня есть несколько советов. Во-первых, возьмите химустановку на отхил. Это вот этот вот первый. Он очень полезный скил. Она очень много регенит. И восстанавливаются эти заряды очень быстро. Потому что химустановка имеет 3 заряда. И, как я показывал, ее можно бросать под себя. Ее можно бросать на союзников куда-то вдаль. То есть, подхиливать союзников. Это очень удобная вещь. Вторым скиллом полезным, которым я советовал бы взять, это взять такую вот вещь, как улей. А именно, улей 3, улей реаниматор. Эта штука будет позволять вам воскрешать союзников, поднимать их. Но при этом, если завалят вас, улей вывалится и поднимет вас. Но только в том случае, если у него есть 4 заряда целых. Если, к примеру, вы до этого подняли союзника, и он у вас откатиться не успел, то, к сожалению, он вас не поднимет. Еще одним полезным скиллом станет, к примеру, яйца. Это вот этот вот скилл, вот эта вот самонаводящаяся мина. Она разделяется на несколько гранат и будет наносить урон сразу множественным целям. И, более того, она будет сама к ним ехать. Урона у нее, конечно, меньше, чем, к примеру, у фугасной мины. Но при этом она будет задействовать сразу большую площадь и будет бить сразу по нескольким противникам. Ну, а если же противники все эти, мало ли, находятся в одной кучке, то, разумеется, урон от каждой мины нанесется каждому этому противнику, потому что они находятся все в зоне действия этих мин. Ну, дальнейшие вы, конечно, можете использовать любые другие скиллы для ПВЕ прохождения. Для ПВП, разумеется, надо другие, но в ПВП новичок не полезет, поэтому мы об этом сейчас не будем говорить. Для начала, так как у вас там вначале будет не так много выбора скиллов, пока вы докачаетесь до нужных миссий, возьмите себе химустановку, пули на реанимацию, или возьмите там, к примеру, химустановку и самонаводящуюся мину, те же яйца, и катайтесь с ними, не парьтесь особо на скиллы. Пятый совет, ребят, касается преимуществ. То есть, на карте вы можете найти контейнеры со спецтехнологиями, и за разные миссии по ходу прохождения вам тоже будут выдавать вот эти вот спецтехнологии, как раз таки. И за эти спецтехнологии в преимуществах я советую с самого начала, с самого начала не тратиться на скиллы, а именно качать преимущества. И некоторые ветки. А именно, ветка на опыт, она будет позволять вам получать дополнительный опыт за разные действия. Здесь они все расписаны. Кроме этого, вам обязательно понадобится восстановление боекомплектов и гранат в безопасных зонах, также самоувеличение бронекомплектов и увеличение гранат. И дополнительных тоже 4 перка. Это начальные магазины, начальные стволы, оптика и рукоятки. Это вам тоже понадобится. Все остальное вы прокачаете по ходу игры. Но вот эти вот пункты первоначальные. Ну вот мы подошли уже и к шестому пункту, и в нем у нас речь пойдет о предметах. А предметы, как вы знаете, это ключевая составляющая любой ММО игры. То есть Division у нас является ММО ТПС, и поэтому предметов будет падать просто и больше. Поэтому, что делать с предметами новичку? Потому что падать там будет очень много, менять их придется очень часто, и редкость их, ну, скажем так, не будет. Золотая. Там будет всякий мусор. Зеленый, синий и так далее. Что с этим всем делать? Элементарно, ребят. Продавать. Разбирать нет смысла. Какого-то хорошего лута вы все равно оттуда не получите. А ваш инвентарь ресурсов вы забьете очень быстро простым подбором разнообразных сундучков, которых вы будете пробегать мимо. По всему миру раскиданы разнообразные ящики, сумки и так далее. И просто пробегая мимо них, вы неосознанно все равно будете... Ага, вон там что-то лежит. Пойду подыму. И вы будете поднимать и фармить эти ресурсы. А вот как раз-таки деньги вам пригодятся. Потом в будущем. И любые предметы я советую просто продавать. Просто продавать. До появления золотых деталей. Когда вы уже получите золотые детали, то есть это, ну, разумеется, будет на 30-м уровне, и дальше вы там перейдете в глобальные этапы потом, там у вас будут в основном падать золотые вещи. Вы уже как четкий пацан, у вас будет все в золоте. И вот что уже делать с золотыми вещами. В принципе, все то же самое. Но здесь есть несколько отличий. Во-первых, предметы именно оружия. Оружие именно стоит продавать. С оружия получить что-то полезное практически невозможно. Элементарный пример. Продаем вот этот вот хлам ненужный. Вроде кажется золотой. То есть, ну, так вот это давайте, еще вот это. Ну, к примеру. Разбираем эти предметы. Подтвердить. Материалы не получены. Предметы разобрались. Ну, не, не все разобрались. Некоторые разобрались, некоторые нет. Допустим, разбор подтвердить. Материалы не получены. Предмет исчез. Поэтому единственный способ что-то сделать с оружием на максимальном уровне. Это продать. Разбирать его нет смысла. Вот что касается уже предметов. Тут можно поразбирать. Потому что с предметов, которые вы разбираете. Давайте тоже попробуем разобрать какие-нибудь ненужные. Что тут мне не нужно? Ну, допустим, вот это мне не надо. Это вот на стоим. Это неплохой предметик. Ну, давайте вот парочку вот таких вот. Ну, разберем вот эти вот предметы. Это нам надо. Да, ну, пускай не надо. Разобрать предметы. И вот с них уже можно получить керамику и легендарные предметы. Они потом понадобятся для крафта. Рано или поздно они пригодятся. То есть они будут просто у вас копиться. Вот здесь вот в огромном количестве все эти ресурсы. Пускай будут. Предметы можно разбирать. Но оружие только продавать. И последнее, что касается предметов. Это как раз таки вот эти разнообразные модификаторы систем. Модификаторы скиллов. Их можно разбирать. С них практически с каждого. Давайте какую-нибудь срань продадим, которая нам нафиг не нужна. К примеру, вот это вот. Разобрать. Подтвердить. Материалы не получены. Но если бы вы разобрали, вам бы 100% оттуда выпали бы пластики для 3D принтера. Как только докопите 100, остальные можете просто продавать. Ну вот мы и плавно, ребята, подошли уже к седьмому пункту. И здесь речь пойдет, как вы поняли, о крафте и перекалибровке. По перекалибровке просто забудьте до тех пор, пока у нас не выйдет пятый тир. Если вы смотрите уже в тот момент, когда вышел пятый тир, то да, там уже надо воспользоваться калибровкой. Но пока вы качаетесь, забудьте про станцию калибровки. Она вам не понадобится до максимального гира. Как только вы выбите 500 детали, или 450, которые сейчас на данный момент, вот тогда есть смысл пользоваться калибровкой. Хотя даже сейчас на 450 деталях особо нет смысла. Проще копить ресурсы для того, чтобы потом заниматься этим на реальном максимальном уровне, который будет введен. По поводу крафта, тоже я бы не советовал пользоваться им. Но здесь есть такая штука, как модификации. И вот их надо скрафтить все. Все вот эти модификации вы будете получать за проекты и разнообразные чертежи. Просто берете, нажимаете на X, создаете предмет. Специально оставил один предмет для того, чтобы показать. Вот такой вот я. Создаете предмет и все, выходите. Получаете свой предмет. И по ходу, скажем так, продвижения сюжета, вам будет постоянно доступны все новые и новые верстаки. То есть, видите, уровень создания 400-440. По ходу прокачки у вас все будет начинаться с самого начала. И не забывайте улучшать верстак. Здесь тоже будет такая же клавиша X. И вы сможете улучшить верстак до нового, нового и нового уровня. Это вам, разумеется, пригодится потом, когда уже будет введен более-менее толковый хай-энд контент. Итак, ребят, мы плавненько уже подошли к восьмому пункту. И теперь уже речь пойдет о чертежах. Плавненько, так сказать, перешли из седьмого пункта крафта в восьмой. А именно, где взять чертежи? Чертежи у нас, ребят, берутся у торговца. Это первый способ. То есть, разнообразное оружие, разнообразные модификации и так далее. Все это покупается у торговцев. Торговцы у нас находятся в основных городах. То есть, это Белый дом, это театр, это кампус. И там, разумеется, можно все эти предметы купить. Также есть еще клановый торговец. У него тоже бывают чертежи. Также есть еще, по-моему, торговец в темной зоне. У них тоже можно что-нибудь найти. Ну и основной способ получения чертежей на разнообразных это проекты. Не знаю, у меня есть еще чертеж на что-нибудь? На какую-нибудь деталь. Наверное, у меня уже все закончились. Хотя нет, по-моему, еще один где-то был чертеж. Сейчас он в основном на ликвидации, на разнообразные предметы. Но, по-моему, у меня где-то еще должен был быть один предмет на какой-то... Точнее, да, вот, есть чертеж на прицел. В основном это будут вот такие вот проекты, которые вы будете выполнять. И за них получать разнообразные чертежи. Вот это единственный способ получения чертежей. А, нет, еще. Соврал. Есть еще другой способ, но о нем чуть попозже. А пока что еще одна дополнительная особенность, касаемо проектов. На некоторые проекты требуется не только выполнение разнообразных заданий, типа пополнения союзных точек или выполнения каких-то миссий. Также еще на некоторые задания требуется пожертвование. То есть пожертвовать какую-то вещь, пожертвовать какое-то определенное количество ресурсов и так далее. Все это не обязательно делать прямо у того, у кого вы брали проект. Можно это сделать прямо вот из меню. Из любой точки карты просто открываете мини-карту, переходите в проекты, выбираете проект. У меня где-то тут, по-моему, есть проект, я специально оставил, в которых я должен был что-то пожертвовать. Да, вот, пожалуйста, нажимайте пробел в нужный, там он подсвечивается. И выбирайте предмет, который хотите пожертвовать. Подарено, пожалуйста, все, добавилось. И не надо никуда бегать. Это, так сказать, лайфхак для тех, кто не знает. Ну что ж, ребята, осталось совсем немного. Девятый пункт. Мы сейчас поговорим о контрольных точках, а именно о хай-левельных контрольных точках. Когда вот уже вы все получите, вы добудете себе четвертый глобальный этап, и в тот момент у вас появится увеличение уровня контрольных точек. И это, кстати, очень интересная штука. То есть для того, чтобы увеличить уровень контрольной точки, к примеру, ну вот возьмем вот эту точку. К ней, видите, есть ведут линии, которые соединены с другими какими-то боевыми действиями. Допустим, вот, освободить заложника, или туда дальше пошла, здесь срыв пропаганды, или здесь какой-то вопрос, неизвестное событие. Зачищая каждый из таких вот боевых действий, так сказать, вы будете повышать уровень контрольной точки. Как только вы повысите уровень контрольной точки, на ней мобы станут гораздо злее, серьезнее, и не факт, что вы зачистите ее соло. По крайней мере, четвертый уровень мне в соло так и не дался. Третью точку я зачищал, а вот с четвертой, к сожалению, было сложно, нужны союзники. Причем, ну не сказать, что вы прям очень хорошие, но одному там сложновато. Но зато, начиная с третьего уровня, там уже могут выпасть чертежи разнообразные. Это дополнительные проекты, о чем я говорил немного ранее. Тот способ, который я опустил. Потому что, ну, не все понимают, как работает увеличение уровня. Я, конечно же, понимаю, что речь идет не о профессиональных, мы говорим о новичках, которые пока ни в чем не разбираются. И им падло читать, а может они просто пропустили совет, который давался, а может они просто в настройках отключили всякого рода подсказки. Ну что ж, ребят, и последний, десятый совет, это играйте в удовольствие. Играйте в игру, получайте удовольствие. Не гонитесь за разнообразными шмотками, получайте удовольствие от сюжета, получайте удовольствие от кооперативной игры. Потому что на любую точку вы можете прийти и найти себе союзников. То есть нажать подбор игроков и подобрать себе любых игроков, которые находятся рядом, которые вам помогут пройти. Может вы объединитесь с ними, может вы в их мир подключитесь, поможете им. Получайте удовольствие от игры и получайте удовольствие от хорошего контента на ютубе. Так что, ребят, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Помогайте людям и играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.